Посмотреть на мир другими глазами. В Щелковском районе продолжается реализация федеральной программы «Доступная среда». Учреждения образования в городском поселении Щелково проверили на соответствие требованиям безбарьерной среды. Комиссия под руководством заместителя главы администрации района Юрия Родионова проинспектировала специальную школу номер 5, Щелковскую гимназию и школу номер 2 в микрорайоне Заречный, где проводились работы в 2017 году. Во внимание принимались уровень благоустройства территорий вокруг учреждений, состояние дорожной инфраструктуры, наличие пандусов у входной группы, указатели расположения помещений внутри здания, а также оснащение поручнями туалетных комнат. Выяснилось, что не все элементы «Доступной среды» после их монтажа отвечают стандартам и удобны в использовании. Программа «Доступная среда» – это умная программа. Нужно каждый шаг продумывать и стать в роли, конечно же, того человека, которому это будет необходимо, и подумать, как он это сделает. Я дал две недели времени своим подчиненным для того, чтобы устранили все эти недостатки, которые были выявлены. По коррекционной школе претензии были высказаны к пантусу для колясочников, к отсутствию на опасных участках поручней и работе лечащного подъемника. Создавать «Доступную среду» в здании 74-го года постройки непросто. Обеспечить комфортную среду обучения детям с отставанием в развитии – задача, которую еще предстоит выполнить. Достойным примером может служить Щелковская гимназия. Мы находимся в санитарной комнате Щелковской гимназии. Она выполнена по всем требованиям доступной среды. Это и опускающиеся поручни, кнопка вызова помощи, если человеку она понадобилась, а также главное требование – наличие у раковины поручня по всему ее периметру. Депутаты районного совета, вошедшие в состав проверочной комиссии, отметили выполнение требований в организации безбарьерной среды в гимназии. Таблички размещены на своих местах, входная группа в порядке, но обратили внимание на отсутствие парковки для инвалидов. «Посмотрели, как то, что сделано, реально на практике работает. Здесь в гимназии намного лучше ситуация, намного, можно даже сказать, можно дать оценку отлично. За исключением, наверное, решения вопроса, когда уже приезжают сюда и где парковаться». Член комиссии по социальной политике и здравоохранению общественной палаты района Светлана Паршина, следуя по маршруту в инвалидном кресле, выполняла замеры ширины дверных проемов, уклона пантусов, оценивала состояние санитарных комнат. «Школа вторая тоже благоустраивается. Видно, что работа проведена большая. Таксильные пути выложены на первом этаже, движения для людей, которые с нарушением зрения. Вся загвоздка возникает в том, что те, кто исполняет работы по доступной среде, к сожалению, сами же отступают от нормативов СНИБов и ГОСТов. Заказчик – это одно. Нужно, чтобы еще был исполнитель, делал правильное». Целевой показатель доступной среды, установленный правительством Московской области, к концу года должен достичь 64% от общего количества социальных объектов, включенных в реестр Минсоцразвития. В план на 2018 год в Щелковском районе включены 12 учреждений. Михаил Налётов, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щелково».